всем привет дорогие друзья с вами ерныч продолжаем наш путь на аккаунте громил и буквально за сутки я в принципе добился хороших результатов дан 6 глава 20 этап и если я прохожу 20 этап то открывается чудесное путешествие мы его проходим получаем все плюшки и от этого кайфуем она тестовом серваке осталось вроде два дня то есть два дня у меня еще есть в запасе и это очень важно башню короля я тоже прошел до 73 этажа тут в принципе больше удивить нечем арену героев я толком не фармлю потому что оказывается блин этот сервак был создан давно да и зачастую мне пока доставляют проблемы те игроки которые находятся в топ-20 обычно когда только сервак запускают поэтому если вы хотите начать в эту игру вы ждите запуска нового сервака вот самого первого дня вы точно получите рейтинг 1800 и заберете все ваши кристаллы заданиях а кристаллов за битву на арене там поверьте немало и они того стоят друзья поэтому стартуйте на новых серваках в общем мистический лабиринт я проходил в вершине времени тут только одна открылась это битва за грейнхорн в общем не забрал артефакт что-то на последнем боссе я споткнулся но это вопрос времени кем я прохожу кампанию проходил я лесниками проходил я громилами и сейчас я просто подкачиваем мера или потому что другого варианта нет она бьет сильнее всего тем более на 6 и 5 главе очень часто встречаются громилы а громилы как раз таки потеет от людишек и тут как бы мераель как раз таки мне в этом и помогает ну и я надеюсь что также остальные вот эти вот лагеря наемников тут все будет выполняться солдатский паек я буду получать кстати вот через 20 часов будет 10 свитков ну и ассамблеи героев должны на подходе быть вот эти 10 свитков а тут еще выбор героя или 10 свитков но хасаса за громил я качать не буду потому что для меня этот герой только пригодится во фракционных башнях а здесь по факту можно взять фракционные свитки и бустануть в громил вдруг повезет и упадет нужный герой из списка желаний так что вот так и есть новые пробные герои это вот этот наш змей но я пока его не тороплюсь брать по той простой причине я хочу взять на последний день чтобы он меня подольше побыл возможно пригодится и с помощью этого змея и к тому моменту я подкачаю громил буду ими проходить дальше компанию в общем наша задача какая сейчас я расскажу тут небольшую хитрость по поводу красного свитка которые получены 24 главе у меня от родилась одна идея такая но в принципе она достаточно известна и еще обсудим с вами антадру и также расскажу откуда я взял вот эту и стрельлю в общем это лошадь упала видимо случайно потому что списке желаний я ее поставил случайно потом конечно я поменял на хендрика так что возможно как-то так другого объяснение я просто не нахожу друзьям так также по антадре многие спрашивают а стоит ли эту детку качать на е30 точнее на е60 по гравировке по именному предмету на плюс 30 и также мебель 9 из 9 я думаю стоит потому что в принципе она достаточно крутая она вездесущая то есть она заходит на фармбоссов в экспедиции и просто выскаженки и в принципе она вжаривает как не в себя и плюс 30 это помощь союзникам также мебели и усиливает она там по моему регенерацию она ее уровень атаки еще повышается да и она будет получать меньше урона но это точно надо качать гравировки конечно там круто ей добавляет круто но особенно на е60 потому что тут противники будут отмечены меткой и она будет восстанавливать здоровье а это выхиливание друзья ну да я думаю в принципе прокачать ее стоит если тем более вы не знаете кого качать у вас нету там лукреция аталии допустим до грежула нету или вы уже грежу прокачали хотя грежу я думаю что е30 вполне будет хватать ну это мое мнение хотя я прокачал на е60 тоже вот но если антадру прокачать на е60 и к ней еще прокачать крена на е60 и поставить скрега со стайдусом я думаю это будет очень круто я объясню почему я такого мнения видите у крена тоже есть фишечка как раз таки на е60 и она заключается в том что он получает меньше урона до на 50 процентов и его задача ультануть так вот с этим е60 он ультует быстрее тем более е30 позволяет быстрее накапливать энергию и тогда вариативность использования артефактов просто широкая но если вы прокачивать не только крена и вашей команде нету хотя бы прокаченные антадры просто я там не говорю о е60 по гравировке я говорю именно именной предмет плюс 39 из 9 по мебели то вы будете капец как страдать по той простой причине потому что когда вы начинаете атаковать противника крен заряжается на примере вот этой мир эльки да начинает просто жахать заднего ряда а скрег начинает топтать и приближаться и вот эти все бомбочки крена они просто не достают до как раз таки скрега скрег подходит вплотную и начинает этого крена пинать тут залетает вот эта дымовая шашка крена под которой он очень долго живет но когда она заканчивает свое действие скрег его просто убивает и вот здесь вот как раз таки когда уровень противника 150 плюс антадра залетает и уничтожает этого скрега просто под орех а если вашей команде еще есть скрег прокачанный на 9 из 9 плюс 30 то это просто вобханалия в рядах противника и еще антадра там получает крутые бафы поэтому антадра и крен я считаю что это чуть ли не самый наверное приоритетные героя для пве если вы играете в пвп то там есть еще и другие герои которые заслуживают прокачки на е60 по гравировке также по именному предмету и по мебели 9 из 9 поэтому друзья ну блин антадра да я считаю она неплохой вариант по прокачке на максимум но точно не на е80 друзья не на е80 а я не помню она вообще на е80 качается а ну да да о чем я говорю по моему на качается и 80 они все могут прокачать небесные у нас там вроде качают как бы больше или меньше я вот не помню запамятовал сорян да на соточку то есть простые фракции на 80 вот эти наши подземные небесные пространственные на соточку ну в общем я надеюсь ответил на ваш вопрос теперь давайте по героям вообще в целом покажу в общем людей я использовал лесников тоже здесь пока печаль надо мирель качать дальше и я хотел бы прокачать шимиру друзья с помощью красного свитка на двадцать четвертой главе я эту детку поменяю на кого-то из громил это может быть тот же самый крен или скриад или скрэк не знаю посмотрю как пойдет процесс сборки героев из громил тем более все фракцион очки пойдут туда ну а если шимира соберется то потом ее поменяем и будет кайфос поэтому я одина поменял пока на шимиру все начинаем давайте дело это все открывать надеюсь ответил на все вопросы вопросы тут сразу шарды падает сатрана в общем это рандом и падает немора ну вообще это полный отстой для меня это полный отстой на данном этапе игры я бы хотел другого выпадения ну и список желаний вот такой особо ничего не менял и начинаем крутить простые свитки жопа жопская конечно когда вам не падает герои той фракции через которую вы хотите играть это просто невезение ну ладно что посмотрим как пойдет всегда можно найти выход из положения поверьте всегда поэтому я особо не расстраиваю сейчас вообще был бы из-за чего расстраиваться на самом-то деле да поэтому я не палец антадра зашибись это вторая копия друзья это вторая копия так падает мишка это тоже вторая копия но я пока не планирую и прям как-то бустить сначала прокачаю дедушку ордена еще и тут фиолетовая карта мы ее откроем граммил ты дымишь это третья копия антадры друзьям это ли не успех это ли не успех черт меня за ногу блин ну круто круто так дальше пока мы не качаем я объясню почему тут надо точечно точечно чтобы не обосраться потому что блин бывает так что подстава подстава по прокачке выходит и вы вроде хотите качать одно а вам вылетает другое и вот видите тоже в чем прикол не нужен хоган а хоган и нет поэтому нам сейчас видишь и качать нету смысла тут будем козла качать а кого-то еще качать то да будем козлика качать козлик получают или плюс мы его прокачаем до легенды плюс потом с кормим в антадру и антадра будет мифическая но где-то видимо придется попотеть и подождать что мы здесь будем делать но здесь скорее всего мы прокачаем наверное сельвину сельвину достаточно хороший герой он жила пока не качаем ну неплохо неплохо 3 копия антадры в принципе видите как выходит нежданчик давайте мирельку до конца забустим так 80 уровень да ну дедушку можем дедушку прокачать надо конечно всех качать поровну но у меня эссенции немного и в портретах заберем по 100 кристаллов так все кристаллов было немного прокачка тоже было недолго и давайте попробуем пробить 620 с лабиринта буду покупать скрыга с других ну там с турнирки я не помню там по моему было антадра и в принципе антадру можно оттуда взять так метка залетела если мирелька успеет ультануть будет победа нет победа не будет болен видимо нужен артефакт друзья сейчас будем пробовать да можно здесь пройти в принципе мирелька просто не успевает ультануть а в этот раз а в этот раз вообще все получилось через заднюю точку ну окей окей давайте может быть вот так будет лучше можно еще поставить лес на лес от грани вообще отлетит быстро понимаете почему я иногда меняю героев и вот эта комбинаторика у меня вот так вот работает метка и отлично отлично друзья вот она правильная комбинация прошли прям тютелька в тютельку 621 тут получили еще кристаллы гляди таким образом потихонечку и насобираем вот он чудесное путешествие открыто я не думаю что его надо проходить на видео также есть да с энергией сундуки эмблемы которые нам пригодятся потом впереди слушайте едва свитка на смену фракции это круто это очень круто ну вот это очень нужное чп блин больше ничего нам пока недоступно да ну да ну да и погоня за огнем вот эту байду запустили давайте мы короче заберем там надо найти и взять огонек у талены вот какой-то видос и мне интересно если тут пять свитков что будет далее может быть что-то и вкусно и еще один призыв друзьям давайте еще один призыв тут у нас димон падает до пошел буст на могилу я так понимаю еще получили эссенцию вот он наконец-то прокачался хоган давайте мы его бустанем нам нужен еще один корм чтобы прокачать мир эльку до легенды до нормалды антадра тоже у меня получается элит плюс и в принципе в принципе знаете можно но блин жалко что громил мало можно было бы тоже собрать команду из пяти героев или допустим сделать знаете как взять димона сайласа и трех героев громил будет бомбезно можно даже перекачать трех героев могил то есть взять шенку димона сайласа и двух героев громил давайте попробуем пока по проходить дальше может быть дальше я буду перекачивать героев но пока громилы как бы людишки тащат нормально вот эти ключевые этапы они жопистые но сейчас попробуем пройти настолько насколько сможем почему бы и нет так тут идет полное сдувание противника 622 блин еще бы четвертую копию антадры вытащить ближайшее время было бы вообще бомбезно просто хочу антадру прокачать до легенды плюс и просто с ней проносить но то что упал деймон это круто вот эти первые 13 глав очень сложно понимаете играть чисто загромил это просто анрил я тогда буду очень долго сидеть на каких-то этапах и вам будет скучновато смотреть этот видос 624 тут brutus вот в таких моментах мы начинаем потихонечку страдать потому что тут он крутится он выживает и даже мир элька видите она просто тает на глазах хотя у кун мне он не добьет скорее всего может быть и добьет нет 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 он отхиливается этот лев короче вот в таких моментах вспоминаешь о фоксе да потому что если бы фокс ультанул то нашего львенка brutus а уже бы точно не было но я думаю что надо проходить быстренько чудесное путешествие закрывать до конца первую вершину времени одевать артефакт попробовать перекачать громил соединить с могилами и пойти дальше так что я думаю что на сегодня мы наверное закончим вот а в следующем видео я вам уже покажу перекачанную команду и будем проходить дальше этапа в компании если интересуют какие-то вопросы задавайте а гайды по поводу гранили лесников и людишек а также божественных подземных и дименшн фракции скоро появится новым канале до конца месяца друзья то есть вот завтра будет еще гайд на лесников обновленный расскажу про всех героев леса чисто свое мнение выдам ну давайте давайте напуливайте а смотрите дальше то башни проходим уровень поднялся и в принципе шмоточки фиолетовый приодел ну вот этот миру конечно он выстёгивает вообще особенно когда отжирается по здоровью от смертей союзников своей команды и также от смертей моей команды изабелла изабелла это вообще это полная габелла не знаю блин мне кажется если кто-то играет за могилу вот изабеллу прям стоит прокачать она вас впечатлит реально то что она творит после ее ребаланса это что-то космическое но смотрите мы проходим дальше пока не встречаем особого сопротивления бонус от пяти героев одной фракции решает 25 атаки 25 здоровью главное чтобы мирелька успевал набирать энергию а все остальное фигня капец вообще опять но тоненького но тоненького прошли в общем проходка поначалу в этой игре особо не меняется вообще не меняется то есть все стандартно так золотишко пока это открывать не будем этот сундук я тоже оставляю потому что тут есть эмблемы и они потом могут пригодиться в будущем я думаю что на этом все друзья все остальное я буду уже проходить вне видео то есть как-то в принципе кайфово кайфово ну держите пальчик искрещенные за меня потому что я надеюсь что он татра в ближайшее время мне упадет и тогда уже он татра на легенде плюс а потом на мифике я думаю что потащит нас дальше болин слава богу а что начали падать громилы это радость все друзья до скорых встреч скоро увидимся ό 할때 couлата БУБИНАМИЧИИ Субтитры поджksam Продолжение следует...